В эфире новости экономики в студии Марина Мишкина. Здравствуйте! Самое страшное позади. В 2014 году, когда резко упал рубль, обещали два года кризиса. Срок подошел. Аналитики считают, что российская экономика преодолела свое дно. Тему обсудим с бизнес-экспертом, с заместителем председателя Амурского научного центра РАН Андреем Конюшком. Андрей Алексеевич, добрый день. Добрый день. Как Вы считаете? Знаете, я бы лучше говорил не о кризисе. Кризис – это было начало изменений, которые произошли в России, которые привели скорее не к дну, а к новому состоянию экономики. И обычно кризис, когда проходит, то говорят, что он достиг своего дна и после этого начнется возврат к прошлому. Мы достигли определенного уровня, который можно характеризовать тем, что да, это дно, ниже которого мы не опускаемся, но это дно не кризиса, это дно новой реальности. То есть возврата к прошлому уже не будет, потому что очень многое изменилось того, что было до начала финансово-экономического кризиса, 2008-2009 годов. Вот поэтому мы существуем новой реальности. Как определили, что это дно пройдено? Не будет ли еще хуже? Достигли ли мы дна, находимся ли мы там, или мы находимся в новой реальности? Ну, это определяется достаточно легко, например, по изменению инфляции. То есть фактически у нас инфляция стабилизировалась в этом году, и Центробанк предполагает все меры, чтобы она даже уменьшилась. То есть, по крайней мере, она не растет. Цены тоже на многие товары и продукты, они или устойчивы, или растут очень медленно. Вот, курс рубля, он плавает в пределах прогнозируемой величины. Поэтому в этом плане, то есть нет падения объема производства, да, резкого, нет серии банкротств. Поэтому дно пройдено, оценку дают на основании того, что нет неконтролируемого ухудшения. То есть ухудшение, если оно и есть, то оно прогнозируемое и, скажем так, управляемое. То есть видны тренды, и есть возможность принимать меры к тому, чтобы не было хуже. Значит ли преодоление дна выход из кризиса? Значит ли преодоление дна выход из кризиса? Да, безусловно. То есть мы, в общем-то, прекратили падать, потому что мы осознали, что мы находимся уже в новом, качественно другом состоянии экономическом. Вот, и фактически сейчас идет, в общем-то, выход с этого дна. Ну, мы можем это видеть даже в Благовещенске. Вот если вы пройдете по дороге в Чигири, вы видите там создание многих видов производственной деятельности. Это говорит о том, что кто-то не смог справиться с кризисом, но кто-то уже нашел для себя нишу, вот и начинает ее отрабатывать. Ну и последний вопрос. Как страна выйдет из кризиса? Как-то укрепится рубль? Или мы просто привыкнем отдавать за тот же доллар в два раза больше, чем в 2014? Я думаю, что скорее второе. Вряд ли доллар будет стоить столько же, сколько он стоил до кризиса. Потому что тогда очень сильно страдали экспортеры. То есть сегодня многие считают, что мы имеем равновесную цену для доллара. То есть и импортеры, они могут закупать оборудование. И самое главное, экспортеры могут зарабатывать на внешнеэкономической деятельности. И для нас, конечно, экспорт сегодня он приоритетен, потому что экспорт это приток денег в страну. Если его не будет, то мы будем вынуждены отключить печатный станок, а это инфляция. То есть это еще большее ухудшение. Поэтому, скорее всего, нужно привыкать. И идет уже привыкание к нынешнему курсу. И более того, правительство Российской Федерации даже пытается удерживать его на это. То есть оно не хочет резкого укрепления рубля. То есть 50 рублей за доллар для нас это очень плохо. Так же плохо, как и 75. Потому что если будет 50 рублей, то значит, что основные наши экспортные позиции, они все-таки остаются сырьевыми. Да, добавилась сельскохозяйственная продукция, пусть она возобновляемая продукция, но все равно это сырье. Поэтому мы будем меньше получать денег в наш бюджет. А если он будет слишком дорогим, тогда у нас не будет технологического обновления тех отраслей, которые приносят вот эти экспортные деньги. У нас в гостях был бизнес-эксперт, заместитель председателя АМУСского научного центра РАН Андрей Канюшок. Андрей Алексеевич, спасибо вам большое. До свидания. До свидания.